Вот и вышло новое видео от Дафакбума. Вы, наверное, даже не могли подумать, что выйдет именно сегодня тот самый видеоролик Дафака, где он добавил новые сцены. И я полностью разберу эти новые сцены, но для начала я бы посоветовал подписаться на мой телеграм-канал, где выходит множество спойлеров и так далее. Ссылка в описании. Первая сцена, где нам Дафакбум показал астроскибедистов, где они разговаривают между друг другом, а камерамены следят за ними. Я могу предположить, что камерамены встретили их совсем случайным образом и заметили, как они общаются между друг другом. Также я могу сказать, что астроскибедисты общаются на разных языках, то есть на английском и на своем скибедистом. Также здесь можно рассмотреть одну деталь, что у астроскибедистов имеется планшет, через который они контактируют с друг другом. После того, как астроскибедист убирает планшет, к нему прилетает главаль астроскибедист. И они разговаривают на своем языке, который никак невозможно перевести, но может быть он там что-то сказал на английском. Но я не могу разобрать, что там именно он сказал. После чего они улетают по разным сторонам и его замечают сзади. Когда он появился сзади, они заметили его и он уничтожил какую-то штуку. Я могу предположить, что это база наших камераменов, чтобы отслеживать астроскибедистов или обычных скибедистов, чтобы отследить их. Также у этого астроскибедиста есть лазеры, из которых он убил наших камераменов. И как я считаю, что эти лазеры намного сильнее, чем у Джимена и вот эти лазеры, которые использовал ученый. Также можно было заметить, что у астроскибедистов появилось какое-то красное свечение вокруг какой-то этой штуки. Ладно, сразу же переходим от этих астроскибедистов к новой сцене. В новой сцене мы можем увидеть камеравумен и Вантузмена, как он лежит и смотрит на нас. После того, как наш камерамен отворачивается, можно сразу же понять, что это тот самый красный камерамен. Потому что именно к нему обращается Дафакбум. Но как и что говорил Дафакбум, сейчас я вам всё переведу. Что ты здесь делаешь? Тебя здесь не должно быть. Возвращайся и придерживайся плана. После чего Дафакбум его телепортирует поближе через эти заваленные. И он идёт туда, где его ранили, и он притворяется, что он там до сих пор лежал. Он ложится в изначальную позу, после чего эти ошибки пропадают, и к нему подходит спикермен. Чтобы проверить, жив ли он, и после этого протягивает ему руку помощи. Третья сцена, и эта сцена уже считается последней. И я считаю, что Дафакбум решил нам показать, что же происходит там у титанов. И как можно было понять, титаны прилетели к этому месту и разозлились. То, что увидели на этом месте полные руины, и они поняли, что с этого места сбежал Джимен. Также Тивимен сказал слово задом наперёд. Я буду очень рад прикончить этого придурка. Вот из сказочки конец.